Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов назвал бесплодными всех женщин, у которых до рождения ребенка было 7 мужчин. Заявление прозвучало сегодня в присутствии главы республики Михаила Игнатьева и главы администрации Ольги Чепрасовой. Давайте послушаем. И урологи по репродуктивному здоровью, уважаемые друзья, почему говорю, надо обучать. Значит, если у женщины до рождения ребенка было 7 мужчин, значит, 100% бесплодие. Вот это. Ну и, конечно, поэтому, это для информации, для папы. Ну и поэтому, уважаемые друзья, концептуально интересная тема, да? Так что, задумайтесь. Ну и, конечно, уважаемые друзья, здесь наша с вами задача вместе сделать так, чтобы выразить здоровье поколений. Ответственно отношение каждого человека, во-первых, к своему здоровью. Поэтому новый проект у нас с вами начались. Это школьная медицина, это руководители предприятий здесь находятся. Друзья, надо возрождать церковую медицину. Ранее, напомню, детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с заявлением о том, что женская матка обладает памятью и большое количество половых партнеров у женщины могут привести к рождению ребенка с отклонениями. Ну а прямо сейчас у нас на связи Дмитрий Семенов, координатор Открытой России в Чувашии. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Скажите, как отреагировали жители Чувашии на это заявление? И вообще это первое заявление министра здравоохранения, которое граничит с магией? Ну смотрите, вообще эта новость появилась буквально пару часов назад. То есть и сейчас в социальных сетях как раз ее очень активно обсуждают, в том числе и жители Чувашии. И новость уже разлетелась по разным пабликам общероссийским. Ну реакция, конечно, такая ироничная, все посмеиваются и уже пошли различные мемы на этот повод. Что касаемо первое это заявление или не первое, ну смотрите, у нас просто в Чувашии сложилось так, к сожалению, скорее всего, что вот вся система органов власти республиканских, начиная от главы Чувашии Михаила Игнатьева, который, как вы сказали, присутствовал на этом заседании, они крайне слабы в уровне компетенции. И вот, например, от главы Чувашии постоянно какие-то вот такие вот первые исходят, о чем вот можно почитать, если пролистать вот местную нашу прессу. Да, то есть такое случается. Я-то думала, что, может быть, Владимир Викторов решил так прославиться, да, привлечь к себе внимание. И это тот случай, когда в пиаре все средства хороши. Нет, я думаю, тут, возможно, была такая ситуация, что, может быть, он хотел сказать и что-то другое, но, к сожалению, уровень образования наших чиновников, он таков, что они не могут даже нормально выразить свои мысли. Может быть, это он не со злого умысла говорился так, но получилась вот такая вот история, что министр здравоохранения Чувашии, который у нас был раньше стоматологом, теперь вот высказывает свои познания в репродуктивной способности женщин. Спасибо, Дмитрий Семенов. Был у нас на связи координатор «Открытой России» в Чувашии.